В 1428 году англичане осадили Орлеан. Захват этого города должен был решить судьбу Франции. Однако планы англичан были разрушены девушкой по имени Жанна Д'Арк. Как развивались события в этой самой длительной европейской войне, продолжавшейся в 116 лет? У меня сегодня в гостях историки Наталья Басовская и Антонина Шарова. Здравствуйте. Наталья Басовская окончила исторический факультет МГУ. Доктор исторических наук, профессор, проректор по учебной работе, заведующая кафедрой всеобщей истории Российского государственного гуманитарного университета, автор книг и монографий в том числе «Столетняя война. Леопард против Лилии» и «Цель истории. История». Антонина Шарова окончила Московский государственный историко-архивный институт, кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей истории Российского государственного гуманитарного университета, автор монографии статей об академике Евгении Косминском и отечественной исторической науке 30-50-х годов 20-го столетия. Первый, абсолютно победоносный для Англии этап Столетней войны, в общем, завершается. Еще никто этого не знает, но мы с вами знаем. Произошли два крупнейших сражения 1346 года при Креси, 1356 года при Пуатье, после чего, казалось, Франции почти нет. Во всяком случае, Франции прежней, сильной, крупной западноевропейской державы, которая внешне абсолютно сильнее Англии, маленького островного королевства. Кажется, что ее нет. Король в плену, армия уничтожена, отряды крупных феодалов разбежались, и страна действительно на грани гибели. Вообще, вот значение Столетней войны в истории Англии и Франции переоценить трудно. Это у нас о ней так мало написано. А на Западе они написаны очень много, и потому, что она первоевропейская, и потому, что там, в недрах Столетней войны... Зарождалась государственность. Да нет, пожалуй, государственность была. Она крепла, проходя через испытания. А вот нация, вот нация совершенно точно, французская, а потом и английская, в горниле неудач зрела и крепла. Поражение при Пуатье, оно встряхнуло Францию самым невероятным образом. Народ, в самом широком смысле слова, горожане прежде всего, а затем даже крестьяне, задумались о том, что так вести себя, как феодалы при Пуатье, бросить короля на поле сражения, нельзя. Они выразили им полное недовольство, и по стране прокатывается серия всяких недовольств. Начинается сразу после возвращения, в процессе возвращения рыцарей с поля боя. Их забрасывают в городах тухлыми овощами, помидорами, фруктами, благо их немало во Франции. А это осень, сезон вполне такой овощной и фруктовый. Появляется произведение, анонимное, автора мы не знаем, найденное в XIX веке в соборе Нотр-Дам-де-Пари. «Жалобная песнь о битве при Пуатье». Кто написал? Ну, скорее всего, человек из простых, потому что он там заклеймил рыцарей за их поведение и обратился к дофину-наследнику. «Пожалуйста, если будет новое сражение, позови на поле боя Жака Простака». Это Иван Дурак в русском варианте. То есть простого человека. Уж он-то не убежит, бросив своего короля. Это революционный настрой. И этот революционный настрой превращается в серию выступлений народных во Франции против всякой знати, которая не защитила, а не нарушила общественный договор. И все-таки средневековое общество живет в договоре, что одни пашут, а другие их защищают. А третьи молятся. А третьи молятся. Чтобы все получалось хорошо. И вот все получилось так плохо, что это нарушение общественного договора. И происходит серия таких бунтов. Нас очень любят их называть восстаниями. Жакерия. Вот Жакерия. Жакерия – так называлось крестьянское восстание, вспыхнувшее во Франции в 1358 году. Восстание было вызвано положением, в котором находилась Франция, вследствие войн с Эдуардом Третьим английским, а также в результате грабежей наемных солдат. Дворяне звали своих крестьян в насмешку Жак Простак. Отсюда и название восстания. Современники называли восстание «войной не дворян против дворян». Название Жакерия появилось позже. Известны случаи, когда эти крестьяне заставляли рыцарей, живших поблизости, становиться во главе вот этого какого-то маленького отряда. Один из таких эпизодов, когда рыцарь потом оправдывался, когда проводилось соответствующее расследование, как это так он оказался среди крестьян. Он оправдывался тем, что он защищал жизнь своей семьи и встал во главе крестьянского небольшого отряда на день и на одну ночь. После этого ему разрешили благополучно удалиться. Только так удалось сохранить себе жизнь. То есть настрой-то был, конечно, крайне негативный всего населения. Что потом показало и события, связанные с созвом Генеральных Штатов и восстанием в Париже. То есть все пришло в движение. Горожане под руководством некого знатного горожанина Этьена Марселя, богатого, так сказать, главы города, из числа главы общины городской, выдвигают свои требования. Дофин, можно сказать, их пленник. Они надели на его голову красный колпак, чтобы тоже подчеркнуть «ты с нами, ты за нас». Этот оцепеневший юноша, которого прозовут мудрым много позже, он никогда это, конечно, не забудет. Великий страх. То есть зашевелилась какая-то такая масса людей. Появились партизанские отряды. Вот я нашла в хрониках рассказ об отряде некого большого ферре. Могучий человек, явно из простых, из крестьян, вероятно, или из низов города, физически могучий. Он создал отряд, написал дофину, который правил королевством, поскольку король в плену. А можно, говорит, занять старое заброшенное монастырское строение, чтобы там разместить ему отряд? И дофин говорит, можно, лишь бы выбили англичан. То есть именно народная инициатива превращает Карла V, будущего, как он станет королем под этим именем, после смерти своего отца в плену, она превращает его в лидера войны, а в сущности лидера нации. И он начинает рассылать письма горожанам, укрепляйте города, укрепляйте ворота, нацепляйте цепи через реку, чтобы не могли английские отряды войти в город, вплыть на лодках, например, оказывать им сопротивление. Крестьяне, укрепляйте колокольни, сажайте на колокольню дежурных, которые будут следить, пока крестьяне в поле работают, не идут ли враги. То есть они превращают его в национального лидера. Этих слов еще нет, а реалии уже появляются. А он вооружает нацию, потому что разрешать крестьянам носить оружие, его использовать, более того, если я не ошибаюсь, в 1369 году будет ордонанс Карла о том, чтобы обучать французских крестьян стрельбе из лука. Поскольку английские лучники так показали себя хорошо на поле боя, то хорошо бы и французским крестьянам овладеть этим оружием. Другое дело, что овладев оружием, крестьяне иногда направляли его не только против англичан. Да, это всегда смелый шаг, позволить народу вооружаться. Просто у Карла V не было никакого выхода. А юридически, юридически формально в войне образовалась пауза. Ибо в 1360 году, через 4 года после Пуатье, был подписан мир или перемирие в Бретеньи. Для Франции страшно невыгодное. Огромная часть ее территории отдавалась под английскую власть. Страна разорена и урезана в размерах. Но выхода нет. И Карл V выжидает, когда бы все-таки эту войну возобновить. Очень характерно, что он возобновляет ее в 1369 году. Это последняя волна чумы, черной смерти в Англии. Вообще Англия была... Ну да, когда демографический ресурс подостощился. Очень сильно. Она была одной из самых пострадавших стран. Называют цифры миллион человек, погибших от эпидемии чумы. И 2, 1,5-2 миллиона. Но что опустили, обезлюдили. Многие города, городки и деревни – это очевидно. Самая зловещая в истории средневековой Западной Европы эпидемия чумы распространилась в середине 14 века. Затем каждое несколько лет уже с меньшей силой повторялась в разных частях Европы на протяжении трех столетий. Эпидемия 14 века получила название «черная смерть». Она унесла около четверти населения Европы. Она началась в Европе в 1348 году. Было несколько волн. И вот интересно, что в Англии последняя третья волна – это как раз 1969 год. В этом году Карл V нарушает перемирие и возобновляет войну против англичан. Стратег. Но у него к тому времени появился и хороший полководец, потому что, насколько мы знаем, Дюгеклен впервые проявил себя очень ярко в 1364 году, когда Карл отправлялся на коронацию в Реймс. И была очень серьезная угроза со стороны еще одного человека, мечтающего заполучить французскую корону, со стороны наварского короля Карла Злова. С хорошим прозвищем, Стас. Да, с хорошим прозвищем, который пытался предотвратить эту коронацию. И как раз тогда Дюгеклен, которому было всего 20 лет, вообще это период такой войны молодых, ему было всего 20 лет, он одержал победу над наварцами, состоялась коронация. Так что есть уже полководец, с каким можно начинать сражение. Да и не он один. Но это лучший, это любимейший полководец Карла Пятого, и это его личный друг со временем. Назначение Бертрана Дюгеклена конетаблем, то есть главнокомандующим Франции, было очень смелым решением стороны Карла Пятого. И мудрым. Но смелым. Почему? Потому что Дюгеклен из мелких бретонских рыцарей. Здесь все делает его назначение конетаблем невозможным. Британь. Это иной этнос. Это наследники кельтов. Они говорят на другом диалекте. Французы их не любят, классические французы. И они очень непослушные к королю французы. Они строптивы. Они бьются за независимость. Говорят на другом языке. Считаются дикарями. И плюс из мелких рыцарей. Когда рядом есть принцы Крови. Но он помнит, что принцы Крови при Пуатье убежали с поля сражения. Вот это назначение экзотично. И альянс, так сказать, содружества Карла Пятого и Дюгеклена может заслуживать некоторого комментария. Дело в том, что Карл Пятый мудрый отличался некоторыми совершенно особенными качествами. Во-первых, он собрал лучшую к концу жизни, лучшую в Европе библиотеку. Это был книжный человек. Человек, оценивший драгоценные рукописи, рукописные книги, собиравший их. Это экзотично для королей рыцарской эпохи. Рыцарство на закате. Опять никто этого не знает. Это мы с вами знаем. А вот уже не рыцарский интерес к книгам совершенно. Это рыцаря классической эпохи XII века. Даже унизило бы. И второе, совершенно неординарное, чем отличается Карл Пятый. Он сам никогда не выходит ни на турниры, ни участвует в никаких сражениях. Есть разные версии. Вероятно, вы читали, Анатолий Владимирович, об этом. Почему? Какие вам встретились, не знаю. Но я встретила противоположные. Из-за врожденных болезней и неспособности воевать. И носить тяжелое вооружение. Может, просто не хотел. Но опыт при Пуатье был слишком печальным. Слаб физически. А вторая версия – не хотел. Не хотел. Но при этом никто его не называл трусами. Конец рыцарской войны. Он как раз и произошел. Дело в том, что в ходе Столетней войны, так называемой, переродились все участники этого великого исторического события. Но перерождение это шло внутренне, поверхностным глазом как будто незаметное. Но вот завершаем, может быть, слова Дюклини, что в нем было глубоко неординарным. Этот бретонец-рыцарь из простых не побрезговал партизанскими методами войны. Вот был бы это высокородный аристократ, который придерживался традиции рыцарской, было бы невозможно то, что делал Дюклини. Он обращался к городам, прежде всего. Ступал сговор. Это тоже совершенно новое явление для Столетней войны, когда представители королевской власти, представители вот этой рыцарской армии обращаются, да, обращаются за помощью к городам. И, в общем-то, то освобождение территории Франции, городов, чему способствовал Дюклини, это в немалой степени деятельность самих горожан. Это же так. Но и в армии что он делает? Он не принимает рыцарского сражения. Ни одного. Вот по принципу нашли большое поле? Нет. Нападает на Арьергард. Ох, как это не по-рыцарски. Нападает на обоз. Устраивает засаду английским отрядам. Это не по-рыцарски. Но поздно об этом кричать. Рыцарство уходит. Да, рыцарство уже все. Но историки говорят о том, что французы, разгромленные в сражении при Крыси и Пуатье, боятся еще одного такого крупного сражения, считая, что опять может повториться поражение. Отсюда вот такая вот тактика Дюклина. Ну, и очень даже правильно. И правильно делают. И правильно делают. Чтобы в начале 15 века это и случится. Но Дюклина твердо решил никаких таких сражений не принимать. И еще он совершил для своего короля, ну, я считаю, такой личный подвиг. Когда собрал по поручению Карла V отряды вот этих деморализованных людей, которых во Франции называли бригандов, предложив им за деньги то единственное, что их интересовало, отправиться с ним на Пиренейский полуостров и там принять сражение на стороне союзников французов-кастильцев против союзников англичан и их ставленника арагонцев. То есть совершенно непонятно, зачем, как, что это одно из сражений Столетней войны фактически было на Пиренейском полуострове. На самом ли деле Карл V был так заинтересован в этой битве между Педро Жестоким и Энрике Тростаморским, своим родственникам? Нет. План был, очевидно, в том, чтобы вывести этот ужас, эти тысячи деморализованных бригандов из Франции. Дюклина знал, что с этой ордой он не может победить. Он был разгромлен. Он это знал. Он шел на возможную смерть, но ему повезло. Он был захвачен в плен. И Карл V тут же заплатил огромную сумму за то, чтобы выкупить Дюклина. Вот альянс этих двух людей, которые придерживаются уже более мудрых правил, чем классическое рыцарское поведение. Он дал результат. Он дал результат. Этот альянс продолжался, ведь и закончился даже тем, что они умирают в один год. С разницей несколько месяцев. Несколько месяцев. И, в принципе, оба умирают относительно молодым. И Дюклина 36, Карл V 43. Так что вот это вот какое-то единство, дружба, ну, прямо мистические совпадения. И Дюклик Лен похоронен в Сен-Дени, в усыпальнице французских королей. Это единственный не король, который там похоронен по приказу Карла V. Продолжая вот эту связь, можно сказать и о легенде, которая касалась меча Жанны Дарк. Что это как раз тот самый меч, который некогда принадлежал Дюге Клену. Потом, после его смерти, принадлежал некоторым знатным людям. Они укрыли его в церкви Святой Марии. И дальше вот Жанна обрела этот меч. Он был очищен от ржавчины, и она с ним сражалась. То есть даже у самих французов, по крайней мере, у авторов хроник, связь между победами Дюге Клена и победами, одержанными Жанной Дарк, она была для них какой-то явной. Ну, или во всяком случае такой апокриф появился. Скажем так, я бы еще добавил, а вы меня поправите или поддержите, что произошло не только изменение тактики и стратегии боевых действий, изменилась, собственно говоря, и политика власть имущих применительно к рядовому населению. То есть стало ясно, что в условиях тотальной войны, а по тем временам это была абсолютно тотальная война. Это для того пути, да. Да, только договор с населением, только какие-то отношения с ним, могут дать возможность одержать победу или, ну, по крайней мере, не проиграть эту войну. Потому что до этого периода ни о каких подобных отношениях речи быть просто, как мне кажется, не могло. Начинается как бы диалог рождающейся нации и власти. А до этого это были отношения монарха и подданных. И опять, этих слов не сказано. Это никем не сформулировано. Но движение социальное происходит именно в этом направлении, вы абсолютно правы. И представить другие времена, что король говорит вооружайтесь, невозможно. Ну да, если сделать некоторую экстраполяцию в будущее, там, на 1613 год и Россию, то выдвиженец из народа Минин, князь Пожарский, опять же, человек, который в каких-то документах подпись ставил на 15-20 месте. То есть тоже мелкопоместный князёк. Мясник, мелкопоместный князь являются организующей, направляющей, движущей силой во время сражения за Москву. А если проводить некую аналогию с бригандами, то казаки, которые стоят под Москвой, ребята абсолютно продажные. Им всё равно, что с поляками, что с Мининым и Пожарским. И, как вы, наверное, помните, история такова, что за золотую церковную утварь они соглашаются воевать на стороне Минина и Пожарского. Только, правда, поуспешнее, чем бриганды. А в смысле времени, стадиально, это примерно те же проблемы, которые вот Россия спустя пару-тройку столетий будет переживать своим опытом. Ну да, догонять Европу. А их опыт уже состоялся. Но и бриганды были разные, потому что под термином бригандов скрывались как просто разбойники, так и потом, позднее, уже в начале 15 века, бригандами будут называть людей, которые борются против англичан. Да, этот термин очень изменится. Этот термин очень изменится. Так что здесь ваши казаки могут попалять под разные. Ну так и казаки потом стали оплотом. В том-то и дело. Это такой подвижный элемент вооруженных и несколько асоциальных, несколько маргинальных людей. А как всякий маргинальный элемент в обществе, он более подвижен, чем тот, кто крепко встроен в свой клад. В социальную нишу. В свою социальную нишу. Совершенно верно. Но продолжая идею диалога с сословиями и с обществом, которое было во Франции, ведь мы можем вспомнить то активное городское движение, крестьянское движение, выступление. Потому что когда Карлу понадобилась армия, когда возникли проблемы в Британии и Нормандии, по-моему, в 70-м году, то Карл повышает налоги и тут же следует ответ общества, что нет, эти налоги повышать нельзя. Крупные городские восстания на юге, затем крестьянские восстания. И в итоге Карл V отказывается в какой-то момент повышать эти налоги и уровень налогообложения сохранится прежним до начала 15 века. То характерно. Англия, которая начинает терпеть поражение в силу действия Дюги Клена и мудрости Карла V, она испытывает те же проблемы. И в 1381 году в Англии происходит тоже великий крестьянский бунт и возмущение, который в истории известен как восстание под руководством Отта Тайлера. Мальчишка-король Ричард II, которому в это время 14 лет, в ужасе прячется в Тауэре, вынужден два раза встречаться с крестьянами. Страх таков, паралич от действий крестьян так велик, что он дважды встречается с крестьянами на Майл-Энде, Смитфилде, выслушивает их требования, обещает их простить, обещает. А Толчук – те же налоги. Потому что если Англия перестала одерживать победы во Франции, то надо новые деньги на новые военные затраты. И все случается, ну кто такой, что за вождь от Тайлера? Скорее всего, конечно, ремесленник сельский, может быть, побывал на войне, но Тайлер – это кровищик, скорее всего. В его дом пришли сборщики очередного налога, подушного. Налог взимался с 14-летнего возраста. Тайлера не было дома. Его жена попыталась сказать, что дочь, которая была дома, что ей еще нет 14-ти. А сборщики под эти мытари повели себя глубоко хамски, пытаясь самым хамским образом объяснить, почему она уже, на их взгляд, взрослая. Тут и вернулся от Тайлер. Что его сделало вождем? Он убил здоровенным молотом ударом по голове сборщика податей. Все. После этого путь только в народные вожди или на виселицу. Но, скорее всего, через этап народного вождя, конечно, все равно казни. Ужасные казни, которые предали от Тайлера. То есть эти обе страны переживают сходные процессы, сходные проблемы. Хотя начало войны было совершенно разновеликим для них. Дело в том, что военные действия 1369-го, ну и затем 70-х, 80-х годов во Франции, несмотря на все старания Дюгиклена, на поддержку короля в лице Карла V, не привели к решительной победе. Территория Франции была практически очищена от англичан, но под их властью остались крупнейшие военные порты по всему побережью. Байона на юго-западе, Бордо, Шербур, Кале, который на очень долгое время станет английским, Брест. То есть по контуру своих побережий вся Франция, она как бы под контролем англичан. Это не победа. И кризис внутренний во Франции, смуты после смерти Карла V, потому что к власти приходит его сын Карл VI, человек психически больной, абсолютно. И в Англии беда с престолом наследием. После смерти Эдуарда III должен был наследовать бы ему, по идее, его старший сын, популярный Эдуард Черный Принц, но он умер раньше отца, совсем немножечко раньше отца. И осталось еще три сына. И вдруг парламент, и английское общество даже в какой-то мере принимают парадоксальное решение. Отдать трон внуку покойного короля Эдуарда III, сыну Черного Принца Ричарду, в обход трех его дядей. Вообще-то здесь исток будущей кровавой войны. Мина замедленного действия. Мина замедленного и устрашающего действия. Войной Алой и Белой Розы названы междоусобные войны феодальных кланов за английский престол. Боролись две ветви династии Плантагенеток. Ланкастерская, герб с Алой Розой, и Йоркская, герб с Белой Розой. Война продолжалась 30 лет и привела к власти дальнего родственника ланкастеров Генриха VII Тюдора. Женившись на наследнице Йорка в Елизавете, Генрих VII объединил в своем гербе Алую и Белую Розу и основал правящую династию Тюдоров. Тот же процесс идет и во Франции, потому что идет борьба знати за влияние на короля. Те же дяди, кузены и так далее, те же апонажи принцев во Франции. Так что здесь тоже сходное явление, потому что знать хочет держать власть, хочет контролировать короля, иметь свои источники дохода. И вообще желательно быть совершенно самостоятельными, потому что усиление короля знати особенно невыгодно, даже на фоне народных сражений. И какая преместь, Антонина Владимировна, Дмитрий, вы подумайте. Вот они хотят того, совершенно верно, о чем вы сказали. И какая благоприятная ситуация. Один король, Карл VI, психически ненормальный, ведется как дитя. Второй маленький. А второй есть дитя, ему 14 лет. Он похож на ангелочка внешний. Все ему говорят, что он красавец, умница, великий государь. А правят-то за него другие. И вот все эти дяди и кузены, борющиеся партией в Англии и во Франции, они становятся у руля. И война как бы угасает естественным путем. Ну да. Одним не до войны, другие не в состоянии организовать войну. Деньгов нету. Эти два придворных хаоса не могут не в состоянии вести себя так, как прежде. И в 1396 году заключают перемирие. Перемирие на 28 лет. Вот такой вот срок, который очень по-разному воспринято. Разными придворными партиями. Одни за, другие говорят позор. По этому перемирию Ричард II, ему к тому времени уже 30 лет, это не тот ребенок, который боялся крестьян. Он женится на французской принцессе Изабелле, которой 7 лет. Он собирался жить долго. Он собирался дождаться, когда она вырастет, брак станет реальным, а не юридическим. Потом она родит ему детей, и тогда все дядюшки где-нибудь как-нибудь успокоятся. Кто в гробу, кто где. Как он ошибался. Ему оставалось жить-то 4 года. А ей стать заложницей. А ей стать заложницей. Ну, ее довольно быстро отпустили. После того, как Ричарда II свергли в 1399 году, ее вместе с няньками, спустя месяца два, с няньками, куклами, отправили обратно во Францию. То есть это игрушка в руках, на всю жизнь сломленная какая-то игрушка. Называется, что был брак. И вот в этой ситуации перемирие, неясность, война ничего не решила, базы все находятся у англичан. В Англии приходит к власти Генрих IV из новой династии Ланкастеров по просьбе еще Боленброк, по тому месту, где он родился, по-моему, где у него было имение. Он приходит с ореолом неизбежным, узурпатором. Поскольку предыдущий король свергнут и убит. И странно умер в тюрьме. Его, кажется, забыли кормить. Вот есть такая версия, что перестали, они не хотели убивать. Англичане еще не созрели для казни будущего Карла I, как они поступят с Карлом Стёртом. К этому они еще не готовы. А вот чтобы он жил, тоже нельзя, очень опасно. И они находят совершенно стихийно зловещий способ. Его перестают кормить. И он умер своей. Своей голодной смертью, естественным путем. И над Ланкастерской династией, конечно, вот за ними такой шлейф слухов, шептаний. Черная аура. Да, это все-таки узурпация. Против Генрих IV заговора, за заговором происходит множество придворных опасных ситуаций. Он это прекрасно осознает. Но он у власти находится, ну, долго, до 1413 года. В 13-м году его сменил его сын Генрих V. Тут, я думаю, нам пора бы уже родить Жанну Дарк. Она уже, согласно некоторым взглядам, родилась. Ну да, два года, уже два года должно быть. Скорее всего, ей годик или два. И они совсем не подозревают о существовании друг друга. Генрих V понимает, что возобновление войны для него единственный реальный способ снять это пятно узурпаторов, которые на династии ланкастеров есть. Ну, мало того, что обычная версия для тех, кто приходит к власти «маленькая победоносная война» прекрасна, здесь большее. Он, ланкастер из подозрительной династии, возобновляет лозунги былых плантагенетов, последний из которых так печально ушел с исторической арены. За утраченные французские земли. И французскую корону. И за корону. Безусловно. Все ведь справедливо. Уже был и брак, и уже между французской принцессой, английским королем. Уже было то, с чего начала Столетняя война. Эдуард Третий включил королевские лилии в гералитическое поле английских королей. И вот вернуть эти лозунги так соблазнительно. Какой же я узурпатор? Я за идеалы предков. Да. А вот понять, что начало XV века на дворе, и что рыцарский век ушел. И эти лозунги XIV века, бывшие тогда актуальными, ушли. Что родилась нация во Франции. Не полностью, не до конца. Но зерно ее уже есть. Этого он не потерял. Обратимся к Жанне, потому что уже, наверное, больше половины нашего эфирного времени ушло. Много ярких персонажей. Известно место, где она родилась. Известно мама, папа, два брата. Известно, как, ну, во всяком случае, описано, как вроде бы протекало ее детство. И как в 17 лет, наконец-то, вот случилось то, что и случилось. Или в 16, или в 17. Или в 20. В случае 18 есть версии. Но, конечно, вот эта ее ранняя жизнь, она рассказана свидетелями, очевидцами во время так называемого процесса ее реабилитации. Всегда все, что касается Жанны Дарк, сводится к двум моментам. Это либо Инна Чурикова, либо Мила Йовович. Либо одна тренируется произносить монолог перед сожжением на костре, либо другая бегает с мечом вокруг. И все время кричит. Дико вращает глазами возле хорошо построенных голливудских декораций. Это так. И этого недостаточно, чтобы понять, что такое феноменальное явление Жанны. Ранняя биография – это деревня Дом Ромика, которая находилась, в общем-то, в достаточно уникальном регионе, потому что это совмещение трех областей. Это Лотаринги, это Центральные области Франции, это Бургундия. То есть как бы вот на пике этих трех территорий вот эта небольшая деревенька, как отмечали на процессе реабилитации те, кто помнили Жанну и кто дружил с ней в детстве, она в детстве отличалась тем, что очень любила слушать звон церковных колоколов. Была очень набожна. Была набожна и даже иногда напоминала местному священнику, что он вообще-то пропускает сегодня службу и надо бы ее провести. Что касается ее родителей, то ее отец считался зажиточным достаточно крестьянином, а ее мать, чье имя Изабелла, потом будет на реабилитационном процессе всегда произноситься как забиетта, что создаст массу слухов. Почему же не хотят крестьяне произносить имя матери Жанны как Изабелла? Нет ли тут аналогий некоторых с той, которой приписывалось материнство, которую иногда называли матерью Жанны Дарк, королевы Изабеллы Баварской, жены Карла VI Безумного? То есть тут была масса вещей, которые могла породить будущие слухи, что Жанна является бастардом, незаконно рожденной королевской дочерью. Да, фамилия-то как у нее по папеньке была? Дарк. Фамилия Дарк. Только не Д апостров Арк. Вы знаете, в ее свидетельствах сказано, что голос к ней, обращавшийся, называл ее несколько иначе. Во-первых, к ней приходили три персонажа. Святая Маргарита, Святая Екатерина и Святой Михаил. И ее очень допрашивали, как они с тобой разговаривают, на каком языке. Она от этих вопросов уклонялась. Что касается тех многочисленных слухов, вплоть до того, о чем говорила Антонина Владимировна, а не была ли она незаконной дочерью? Монарших, кромеей. Да, незаконной дочерью Изабеллы Баварской, которой приписывали страшно распутное поведение. Ну, при психически безумном муже, который вообще все время чувствовал себя хрупким стеклянным сосудом и больше всего боялся, что его разобьют. При таком муже мало кого узнавал, впадал в полное безумство. Конечно, у нее могли быть какие-то. И связывали ее с герцогом Орлеанским, одним из лидеров придворных партий. Все могло быть. Но почему именно к этому персонажу, в эту деревюшку Дом Реми, непременно должна была попасть девочка-бастард? Все это связано, как я уверена практически, но это моя уверенность, с той феноменальной исторической ролью и судьбой, которую она сыграла. И она явление уникальное. И всегда таким останется. И кто-то будет, как вы, наверное, читали книгу Воленского, Жанна «Святая дева», абсолютно верит в ее истинную, вот, божественную связь с божественными силами, со святыми, с голосами, с божьим промыслом. Верит абсолютно. Пишет об этом как истинно религиозно убежденный человек. Кто-то, как некоторые авторы, даже в 20 веке во Франции, в моменты, ну, разных политических ситуаций, бичевал ее за монархизм. Вольтер, безбожник Вольтер, что делал из ее образа. То есть она на юру истории. Потому что быть крестьянской девушкой, ну, хорошо, допустим, крови там, всякие крови, ну, вырасти в деревне Дом Реми, а затем, прожив, ну, три года в истории, неполных три года, она в истории была неполных три года, остаться навеки и подарить миру шедевр. Ее жизнь, шедевр, не в смысле отдала жизнь, вот дали многие, а тот взлет, пришедший из деревни, бастард, не бастард, в конце концов, это совершенно не важно, пришедшее безвестное существо убеждает... Короля. Сначала знать. Ну, да. И знать. И комиссия ученых, в Пуатье происходит комиссия, убеждает их из ученых мужей, что она по поручению Бога, что она находится в какой-то мистической связи с небесными сферами. Для средневекового человека в это поверить проще, чем современному. Хотя во всякие моменты неурядец, люди заново начинают обращаться к этим силам. Но это очень важно для французов в тот момент, после поражения при Азенкуре, ощутить себя вновь под божественным покровительством, что их дело правое и они, возможно, все-таки победят. Мне кажется, что вот этот момент ожидания чуда, и чудо произошло. Чудо ждали, и тому есть прямые доказательства. Дело в том, что вот неупомянутая нами ранее битва 1415 года при Азенкуре, это опять то грандиозное сражение, которое, как вы правильно говорите, которого долго избегали французы. Оно состоялось под руководством английского короля Генриха V, личным руководством. Шекспир идеализировал его полностью за это сражение, изобразил как национального героя, но XVI век в этом нуждался. Но в общем, он смелый полководец, он сильный человек, он настроен очень победоносно, и после этого сражения, где он разгромил французов, полфранции под его властью. Вот они не встречались с Жанной Дарк, они не встретятся. Но как появление такой маленькой сверкающей точки, как эта девочка, повернет события войны? Она не выиграет войну, Жанна Дарк, нет. Но великий поворот окончательный к тому, что эта война станет всеобще французской, а значит победоносной, произошел именно благодаря ей, какие бы силы ее ни привели. Мы помним, что и в свое время, когда в битве при Крысе, если я не ошибаюсь, пришли крестьянские отряды и просили принять помощь в битве при Пуатье. И в битве при Азинкуре, ведь подоспевший крестьянский отряд напал на арьергард английской армии, и англичанам там, правда, они напали на обоз, но тем не менее, произошло замешательство, и англичанам пришлось обороняться. Так что здесь вот это ощущение, что мы тоже нужны для короля, и мы тоже можем что-то сделать, и человек из нас, такой же, как мы, вот эта фраза, она все-таки важна. Такой же, как мы, он вот находится рядом с королем, возглавляет войско, одерживает победы, наверное, для населения Франции это было очень важно. И не только для крестьян, но и для рыцарства, для мелкого рыцарства, для любого рыцарства, и для горожан, и для крестьян, конечно. Для рождающихся французов, которые ощутили себя французами. А что касается эпизода при Азинкоре, который упомянула Антонина Владимировна, я страшно горжусь тем, что я отыскала это везде в хрониках очень глухо, но в анонимной хронике первых четырех валуа, написанной на старо-французском языке, неизвестным нам автором, я там поняла, что произошло. Да, действительно, напали на обоз. И все пишут, разбойники во время сражения напали на английский обоз. Французские разбойники. Автор дальше рассказывает, что сделали разбойники. Залезли на колокольню, стали бить в набат, кричать с колокольни, что английский король убит, что чисто неправда. Но для средневекового войска, если проходит молва, что вождь-предводитель убит, они рассыпаются. Ну да, паника. И распевать. Тебя, Господи, славим. Это что за разбойники такие? Которые вместо того, чтобы взять из обоза ценные вещи, удрать и спрятаться, они бьют в этот набат. Да, это партизанская вылазка. Это действительно Франция, которая сопротивляется. И которая нуждается в ком-то вроде Жанны Дар. Это оказалась героиня, в которой никто не мог найти никакого изъяна. Ни одна комиссия, ни собравшиеся церковники, ни собравшиеся инквизиторы, ни даже дамы королевской крови, которые обследовали ее на предмет, является ли она девственницей или нет. Никто в ней не смог найти никакого изъяна. Вот это тоже удивительное событие, удивительное явление. Это такой некий идеал, который появился, и действительно тогда можно говорить, что да, тут вот божественный дар. Она встряхнула страну. Да, она встряхнула страну. Но ее девственность надо заметить особо. Дело в том, что во Франции сложилась в зените Средневековья довольно длинная, длительная историческая традиция винить во всяческих бедствиях страны женщин, стоящих близко к королям. Это уже была политическая традиция. Вот жители Кале не дождались помощи от короля, и хранист пишет, это из-за советов злой королевы Жанны, злой хромоножки. Причем тут ее хромота? Причем тут ее советы? Не пришли. Струсил Филипп VI. Не поддержал осажденной Кале. Виновата злая хромоножка. Конечно, виновата, если две ее сестры были осуждены именно за свое развратное поведение, и на ней ты тоже лежал. Но виноват. Между развратным поведением и отсутствием помощи осажденному городу связи нет, а народ связывает. Изабелла Баварская, жена психически больного короля, ну, конечно, развратница. И, конечно, она, ее рука заставляла, ее влияние заставило этого больного человека, который не понимал, что он подписывает, в 1420 году, 21 мая, подписать договор в Труа, который любая французская книга, без слова и без эпитета позорный, не применяет. Позорный договор в Труа. Потому что по этому договору Франция становилась объединенным с Англией королевством. Генрих V женился, английский король, на французской принцессе Катерине. Все с Францией, казалось бы, покончено. Ну да. И тогда вот эта девушка, и важно, что она девственница. Есть молва, что ее родители пытались выдать замуж, что была версия, что у нее вот будет жених, и тогда она бежала из дома, доказав, что ни за что она не утратит вот это ее свойство девственности, ибо народ за женщиной в эту пору, в этой стране, не пошел бы ни за что. После битвы при Азенкуре, но мы знаем, что Жанна тут совсем юный, еще ребенок, проходит для Франции очень тяжелые годы, но опять-таки, насколько деревня Демреми оказалась ими затронута, трудно судить, хотя, несомненно, трудности крестьяне не испытывали, кто такие бриганды, они тоже вполне знали, аналоги и грабители. А дальше происходит то, что в определенный момент, в 1428 году, Жанна появляется в Акулёре у Робера Бодрикура, и убеждает его, опять-таки, совершенно неожиданно, убеждает его в том, что он должен помочь ей оказаться у дофина Карла, и что на нее возложена некая миссия. Миссия спасти, короновать Карла, снять осаду Сорлиана, и короновать дофина. Он был коронован к этому моменту. Он коронован был своими сторонниками в Пуатье. И эта коронация считалась, ну, как бы, самодеятельной, да, домашней. Тем более, что по договору в Труа 1420-го он был объявлен незаконно рожденный, с чем согласилась его мать и его безумный отец. Ну да, дофина не более того. Да. Не в договоре прямо написано, его там лишили прав наследования. Лишили прав наследования. Но при всех дворах говорили, почему. Там нет права наследования и изгнать его из Парижа, по крайней мере. А все говорили, понимаем, почему. Он, конечно, незаконно рожденный. А Изабелла молчит. Ну да. Так что здесь коронация, тем более коронация в Реймсе, была бы очень выгодна для будущего короля. Политический акт чрезвычайно важный. И, как ни странно, это понимает Жанна Дарк, по крайней мере, такое намерение вкладывается в ей в уста. И она об этом сообщает, что мне надо повидать короля. На протяжении нескольких месяцев ее все пытаются проверить и выяснить, каковы же намерения этой необычной деревенской девочки, девушки, насколько они реальны, насколько они соответствуют тому, что она говорит. А главное, от Бога ли она? От Бога ли она? А вдруг от князя тьмы, который ясно состязанец? А вдруг англеский шпион? Или шпион. Все возможно. От Бога ли она? Рвется к дофину, да. И вот считается, что она доказала им это, главное, дофину, вот этому полукоронованному королю, сказав ему какое-то секретное слово. Сколько томов написано вокруг этого королевского секрета, который она как будто бы ему открыла при первой встрече. Он как будто бы затерялся в толпе придворных, а она узнала его, хотя он не выделялся. И что-то ему шепнуло. Ну, большинство склоняются к тому, что она ему с большим убеждением сказала, что, а я вот знаю, я пришедший оттуда, по поручению оттуда, что ты законный сын. Ну, не было для него более страшного вопроса, конечно. И если она это сделала, то какие бы силы ей это не внушали, ей это внушила мудрость. У человека не было более больного вопроса. И если убежденная от имени этих голосов она это сказала, дальше все объяснимо, что она отправляет ее к войску, не с войском, а с небольшим отрядом. Ну да, там маленькая свита. Да, с небольшой свитой к Орлеану. Два пажа, два гарольда, ее собственные братья, оруженосец, который будет с ней всю ее сознательную жизнь, и потом во время реабилитации напишет очень интересные воспоминания. и, по-моему, собственно, все. Все. Это крошечная группа, которая, столкнись она с каким-то серьезным отрядом, она могла быть и уничтожена. Еще знамя дали. Знамя и меч. Ей дали меч, доспехи, знамя. То есть обрядили как полководца. Ну, знамя это как бы по табели о рангах определенные отличия. Не всем знамям было положено. полководец. Это уже командующий чем-то. При этом крошечном отряде конечно нет. И вот появление ее там под Орлеаном в ситуации долгой осады, где французы измучены, измучены этой осадой, помощи им не поступает. У англичан сил еще очень много. И то, что шаг за шагом французы начинают побеждать является тайной. Тайной, требующей какого-то объяснения. 8 мая 1429 года французское войско под предводительством Жанны Дарк сняло английскую осаду с Орлеана, начавшуюся 23 октября 1428 года. Французы, воодушевленные примером облачившейся Влада Жанны, начали атаку на англичан и в течение нескольких дней выбили их из укреплений. В бою Жанна была ранена, но, несмотря на это, сражалась до полной победы. Освобождение Орлеана, второго по значению города тогдашней Франции, стало поворотным пунктом в столетней войне. Светлые латы делали ее очень уязвимой для знаменитых английских лучников. Потом один все-таки попал. Один попал. Она вскочила, потребовала, чтобы вынули стрелу, вернулась. Но то, что впереди бежит эта маленькая, светящаяся, светлая точка с этим знаменем, я опять скольбую Толстову. Ну да, полтора метра от земли. Да, меняет, меняет то, что называется дух войска. Вот, главное, что она им принесла. Я знаю, что Бог, Бог в этой ситуации за Францию, за французов. Когда ее потом спрашивали, был вопрос, он зафиксирован, Жанна, каким образом Бог дарует победу? Зачем тогда воевать, если Бог с нами? Она сказала, солдаты должны сражаться, а Бог дарует им победу. Перелом происходит под турелью, простите, ради Бога. Вот, взятие маленькой крепости. Одной, Орлян был окружен укрепленными маленькими такими бастидами. Да, цепью крепостишек. И вот эта самая турель, где она бежит впереди, где стрелы летят, свистят, где переламывается дух войска, и англичане, потом это есть в источниках, зафиксировали, что они говорили, было ощущение, что французы переродились, что мы воюем с другими французами. И она стоит, это много раз изображено в разные эпохи. С белым своим маленьким флажком, не знаю, символом, похожим на значок римского легиона, стоит на этой крепостишке турель. Армия, дух войска перевернулся, и англичане отступают. Что происходит впервые, опять за очень долгое время? Вот что было для меня интересно в этой ситуации, это среди многих, кто вспоминал о Жанне Дарко, был, естественно, Жильдаре. Впоследствии дискредитированный всячески, но в те времена маршал Франции, один из полководцев, который, собственно говоря, принимал участие вот в этой кампании. Он в своих воспоминаниях пишет, что это был совершенный ребенок, но при этом, при всем самым поразительным, было то, как она расставляла отряды и расставляла орудия на поле боя. В этом контексте она действовала как военный с 30-40 летним опытом ведения войны. Вот это вот меня, честно говоря, поразило. То есть я понимаю, что девушка, она была набожная, что, наверное, священное писание она знала лучше, чем заядлый коммунист материал 24-го съезда КПСС. Возможно. Вот. И могла процитировать Евангелие с любого места по памяти. Но, что касается военных знаний, это все-таки несколько иная наука, и эти знания надо было где-то почерпнуть. для того, чтобы почерпнуть эти знания в таком объеме, чтобы правильно расставлять подразделения и артиллерию, это, в общем-то... Наиболее принятый взгляд в литературе заключается в том, ну, Жильдере просто очень любил ее, что она была окружена опытными таковыми военачальниками и умела слушать их. Вот до снятия осады с Орлеана и коронации в Ремсе, она всегда слушала это окружение, а потом перестала. И тогда погибла. Да, и вот это была стратегическая ошибка. Но ведь вышло, что Жанна выполнила первый пункт из того, что ей Бог через троих своих посланцев достойных поручил. Да. Ну, и вот эта история с появлением Михаила возле Орлеана, который совершенно англичан деморализовал, все видят. Все видят. Парадокс. Потом англичане привыкли побеждать, а тут победы нет. Хотя вроде бы ничто эту победу у них из рук не изымает, а победы нет. И победа ускользает. Они привыкли побеждать. Туда, где засел этот будущий Карл VII или условный Карл VII, слегка коронованный. Вот Орлеан это последний пункт на изгибе главной французской реки, Луары. И дальше юг открыт, а у него войск нет. То есть угроза была очень серьезной. Почему именно Орлеан? И вместо того, чтобы вот биться там до последнего, англичане отходят, отпускают такой стратегический пункт. Ликование в городе, 7 мая они отступают, 8 мая торжественные, торжества великие в Орлеане, вывешены все ковры, ежегодно празднуется этот праздник, как национальный праздник, освобождение Орлеана. Осаждающие ушли. Она убедила Карла идти для коронации в Рим через территории, занятые англичанами. Они только начинают двигаться и чудо развивается. Оккупированные англичанами города под давлением горожан, которые либо перебивают там гарнизоны, либо арестовывают, распахивают ворота, бегут навстречу к ней с ключами от города и говорят, а с гарнизоном уже расправились, а где-то англичане заранее бегут. Коронация состоялась и в описаниях коронации видна будущая трагедия Жанны. Дело в том, что те, кто описывают торжества, город праздничный, рассказывают важнейшая деталь. Рядом с помазанником Божиим, который принимает помазание, стоит это крестьянская, не крестьянская, но простая девушка в полководческих этих доспехах. Это традиция этого помазания, она восходит ранней коронации, там, первой капитинги 987-й год, допустим, 10-й век, ну и далее, и далее, в 11-м уже он Божий помазанник. Но никаких девушек рядом быть не может. Более того, существо детственное и недетственное женского пола, стоящее рядом с королем в момент его соединения с высшими силами, раз, опасный пункт, дальше, и все пишут об этом, когда они выезжают на улицы города, она едет рядом с королем, и в выкликах восторженных, одни хронисты говорят, что одинаково воспевают короля и деву, а другие, что слово дева звучит громче и чаще, чем слово король. Это не могло не засадить в его сердце какую-то занозу. Он спросил, чего она хотела. Это политически опасно было. Это опасно. А тем более, что недруги при дворе всегда есть у любого, кто рядом с королем. Если фигура рядом, значит, у него есть очень серьезные враги. И они воспользуются тем, что он не мог не взволноваться, не мог не насторожиться, что ее слава слишком велика. На этом мы завершаем нашу сегодняшнюю программу. А с вами, уважаемые телезрители, мы встретимся ровно через неделю на первом российском историческом канале. До встречи. Смотрите нас.